всем привет дорогие друзья в этом видео я вам покажу интересные гавшонные банкноты также покажу новую банкноту вот эту сувенирную из чехии и вообще хочу поговорить на тему банкнот смотрите это сувенирная продукция 0 евро посвященная украине клёвая тема если у вас нету все-таки рекомендую прикупить а теперь смотрите со мной произошел обмен человек ну он сначала подарил не но я ему в ответ подарил вот такое получается чудо это вот 160 лет и с конвертом где-то конверта под рукой нету двойная дата получается загашенная двадцатка вот и там человек просто в восторге был смотрите какая красота вот так вот значит вот идет конверт конверт с тиснением не знаю что написано по-чешски наверно вот так она выдвигается отсюда вас здесь вот такая вот открытка своего рода идет слава украине на двух языках здесь непонятно что написано и эта штучка вот так открывается опять слава украине здесь какой-то текст видимо на чешском языке вот здесь сама данная банкнота она очень большого размера больше тысячи гривен намного вот и внутри здесь еще какой-то вот такой текст не знаю на каком языке наверно чешском но самое важное что здесь это то что нам больше всего интересно это год издание и тираж 20 тысяч штук по 2000 кусь и счета непонятно вот это вот я не понимаю что это такое здесь написано abcd и fg h и джей и по 2000 а наверное слушайте а может это что-то еще ну-ка давайте посмотрим чудом на банкноте есть вот это вот abcd abgd к это вот так выглядит банкнота сама по себе вот проверим ее детали здесь написано украина украина вот так она выглядит водяные знаки какие-то листики форме сердечек герб украины номер а ну-ка давайте посмотрим если здесь буква h да есть буква h значит я понял типа 2000 каждой серии первая серия а 2000 должно быть хотя номер изначально двадцатитысячный даже больше по моему короче типа по 2000 каждой буквы видите то есть можно эти банкноты собрать по сериям вот такое необычное открытие так вот так она выглядит карта украины какой-то собор и водяные знаки данные сердечки водяные знаки я так понимаю по всей банкноте идет материал на ощупь бумага такая такая плотная похоже на обычную бумагу то есть не как банкнота банкноту когда берешь она ну другое ощущение во первых банкнота с одной стороны матовая с другой глянцевая здесь с обеих сторон одинаковая на ощупь тактильная но 2022 и для истории в принципе пойдет так что если у вас есть желание можете себе прикупить такое чудо цена такой банкноты плюс-минус две с половиной тысячи гривен в украине в закупке она насколько мне известно где-то в районе 75 долларов ну и кстати раз уже такая пляска дата так вставляется на не очень удобно раз уже такая пляска то видите она как бы даже подходит где-то к данному нашему кляссеру посвященному 30 лет независимости на котором есть вот такие вот гашения блин я все никак не могу вытащить эти банкноты надо их вытащить обязательно из этой пленки потому что иначе можно испортить банкноты из этой пленки обязательно у кого в коллекции надолго вы решили положить данный набор вытащите эти банкноты из этого кляссера ну из пленок хотя бы так а теперь что касаемо гашения смотрите дорогие друзья значит это является очень классным видом коллекционирования смотрите что у меня есть у меня есть вот такой доллар загашенный кстати доллар тоже может быть в продаже если что в инстаграме ссылка в описании напишите здесь у меня еще и несколько городов насколько мне не изменяет память это по моему киев это одесса вот такая вот тоже интересная история теперь смотрите вспоминаем северная корея видите вот так юбилейные банкноты на северной корее печати просто а теперь я вам хочу показать еще небольшую маленькую коллекцию гашеных банкнот мира что у меня лично есть я до вчерашнего дня об этом что-то не задумывался вот у меня есть вот такая банкнота с печатью не знаю что это вот такая в общем банкнота дальше есть еще вот банкнота с печатью здесь печать является вот это и вот эти два кружочка вот и тут что-то еще красненькое вижу дальше вот такая какая-то банкнота у меня из коллекции с такой огромной печатью где-то загашено что написано не знаю английский не разбираюсь еще и ручкой что-то написано то есть тут видимо место специально под ручку вот такая большая огромная печать на банкноте вот еще и вверх ногами 10 песо просто это из коллекции банкнот похожих на доллары дальше вот есть печать и вот черная видите печать прямо на цифрах тоже какая-то япония китай узкоглазые и вот еще есть банкнота какая-то она кстати на ощупь тактильно такая же как вот эта чешская сувенирка вот здесь такая огромная печать даже уже смазана печать похоже на мексику какую-то ну вот кто знает английский можете прочитать она даже вот с этой стороны видите пробилась и такое впечатление что как бы здесь еще одна как будто печать или с этой стороны тоже пытались сделать печать непонятно ну в общем вот и сейчас еще покажу пожалуйста всем известная мексика и вот с такими печатями чпок чпок вот еще мексика и тоже с печатями вот еще мексика и вот у них сзади на обратной стороне печати еще и разных цветов вот пожалуйста вот еще банкноты те же тысячи песо и у них печати других цветов и вот еще тоже интересная печать на такой банкноте а вот бразилия смотрите десяточка такая и дальше об десяточка с печатью видите это без печати а это вот с печатью вот еще 50 есть тоже с печатью сотка есть печатью вот так вот дорогие друзья вот еще смотрите это кстати изменение номинала вы в курсе 1000 стала одним вот нашел самую интересную запечатанную загашенную банкноту я не вспоминал перерыл пол квартиры она оказывается уже в альбоме у меня лежит я просто собираю банкноты похожие на доллар и это банкнота мне показалось что она похожа на доллар вот смотрите как интересно загашена банкнота то есть номинал вообще не соответствует ничему и посмотрите что они сделали видите заретушировали двадцатку а здесь большая пять пятьсот тысяч то есть прикиньте какая инфляция и здесь тоже самое заретушировали двадцатки то есть еще было на складе под рукой фото не сделали такой себе номинал крутотень вот пожалуйста мировая практика загашенных банкнот коллекция которая рассказывал вчера я еще обязательно вам покажу меня у знакомого есть очень крутая коллекция загашенных банкнот то есть это вообще то есть я к чему что печати на банкнотах это мировая практика также у нас даже вот юбилейные банкноты вот по типу северной кореи ну конечно посложнее элемент вот пожалуйста печать у меня кстати тоже двойного двойная памятная дата отмечена вот и я к тому что скоро у нас вот смотрите в украине сейчас идет война и выпустит нацбанк одну банкноту посвященную войне до которая будет не забудем не простим с тиражом по-моему 300 тысяч штук если не ошибаюсь вот какую они выпустят неизвестно то есть они могут такую же печать условно шлепну да может покрасивее может покачественной будет печать дело в том что почему то есть ну сама печать вот сама по себе неплохая печать да это кстати банкнота которую я подарю человеку вот есть печати по симпатичные ну вот например где-то лучше получается где-то хуже почему потому что это вручную да то есть это не машина делает а вручную и рука куда-то гуляет постоянно и так далее и плюс зависит очень сильно от краски потому что я вот выяснял со знакомым в киеве отличалась краска от одессы там где-то спирта а где-то водяная краска из-за этого по-разному ложится на разные ну как бы где-то я видел голубого цвета даже печать у нас и получается чему я клоню то есть это реально имеет место на жизнь вот такая история плюс это историческое событие и это уже как бы скажем то есть смотрите будет выходить еще много разных разных продукции посвященной войне в украине то есть тоже мрия пожалуйста вот разбита во время войны печать на банкнот бабах в коллекцию этот пес патрон этот выйдет кому-то нравится не нравится однако печать на банкнот себе в коллекцию можно поставить потом еще что-то выйдет еще еще и постоянный каждый выход можно собрать себе очень классную коллекцию именно банкнот почему потому что во первых на всех печатях почты пишется город и собрав это дело по городам это вообще будет круто вот у меня точно есть киев есть сейчас покажу вот смотрите это вообще эксклюзив херсон еще херсон видите написано херсон киев потому что это гашение было в киеве есть крым очень слабо но это крым написано ну и есть вообще эксклюзив севастополь прикиньте то бишь я к чему что вот этот эксклюзив вообще вот хрен ты просто соберешь кстати по ссылке в описании можно но у меня есть немножко одессы так что если что как говорится обращайтесь для коллекции кому повезет достанется и тема реально имеет место на жизнь и мне она зашла как как ну как говорится масло на хлеб потому что когда я начал смотреть другие разные коллекции у знакомого вот именно разных банкнот мирового масштаба а также украины которые он успел нагасить там у него из печати 20 летней давности десятилетний у него из печати советского союза даже на банкнотах просто офигеть у него даже российской империи есть печать на банкноте и это в истории и то есть как вам сказать это банкнота уже выделяется то есть это не не просто я взял заказал за 200 гривен штамп и шлепнул на банкно туда испортил ее так сказать для себя лично это такое то есть вот magic money можно мой логотип сделать шлепнуто банкноту и продавать ее но это глупо а это государственные движухи то есть это именно печати сделанные страной то есть это не просто ты где-то взял печать и что-то там наклепал там рекламных целях какую-то нет прикол в том что все эти печати они государственные вот например на долларе да здесь уже выбиты изначально печати это именно печати вот это именно печати президентские сша и они уже стилизованно нарисованы прямо на самой банкноте а представьте именно вот эту официальные две печати просто загасить банкноту да банкнота бесценная будет то есть как бы из соответственно вот эти все приколы имеют место на жизнь поэтому дорогие друзья я вам ну не то что до подсказываю но направил на уникальность вашей коллекции потому что ну представьте вот сколько таких банкнот как вы думаете вот там с печатью одесса или тем более вообще вот этот эксклюзив севастополь вот сколько таких банкнот мне известно 2 вам сколько а круто же иметь у себя редчайшую такую вещь вот такое необычное видео для размышления для обсуждения и для сохранения истории на деньгах подписывайтесь на мой канал пишите свое мнение в комментариях сразу говорю говно быстро буду удалять ссылка в instagram в описании все вопросы туда можно там обсуждать темы решать вопросы какие-то и самое главное другое печать действует ограниченный период времени повторить подобное уже не получится кто что успел как говорится ну все что получилось сделать все и сделал то есть тираж соответственно таких дел очень очень ограничены и обладать эксклюзивом это прикольно все вы видели эти грандиозные очереди а теперь представьте что я лично пережил чтобы для себя на память успеть хоть что-то оставить плюс еще не забываем такие приколы как сколько не получилось но получилось не удачных этих печатей соответственно тираж сокращается вообще до нельзя так сказать и все у вас в руках уже историческая память и эксклюзив и в коллекции очень круто смотрится и я теперь решил действительно создать новый альбом в который у меня будут заходить банкноты все именно с печатями потому что это действительно становится интересно потому что раз даже вот это по факту тоже печать но она машинным способом была нанесена то есть ну вы поняли да логотип да то есть но это не сделанная специально юбилейная банкнота а вот как бы так сказать загашенный мне кажется что 300 лет которая будет выходить сковороде скорее всего там будет наверное что-то подобное наподобие 300 лет как бы там ни было это будет юбилейная банкнота и это в любом случае интересно и круто подписывайтесь на мой канал собирайте материала больше я же говорю чем больше говна тем больше материала для нас а эта история это факт это круто это кому-то нравится кому-то не нравится но это уже и свершившийся исторический факт и это интересно вот скоро мрия будет я очень надеюсь что у меня удастся еще поставить себе печать мрия блин и буду вот так собирать то что связано с войной чтобы сохранить эту историю именно на деньгах это ну мне кажется это интересно тоже я филателист постоку поскольку да это интересно вот такое вода себе получить с печатью конверс маркой в альбом положил но это немного не моя тема поэтому соответственно я и пришел к выводу что а почему нет а почему нет вот же они делают вот пожалуйста северокорейцы на тебе печать блин вот те юбилейная банкнота при том что тиражи у них гигантский потому что это делает в обычные банкноты обиходные вот наклепали себе да и все вы видели они разные эти печати у них там и на разных банкнотах и разных размеров или вот что-то видите делали пожалуйста изменение номинала вот вообще блин просто во время инфляции вот это для меня самое интересное банкнота стоит с точки зрения именно гашения уже это именно вот печать отдельно выставленная на банкноты или вот что-то обозначающая печать не знаю что тоже вот на банкноте пожалуйста так что дорогие друзья кому интересно сами гасите удачи вам всем а кто не успел можете в инстаграме попробовать что-нибудь обменять пока есть потому что это вот так вот то же самое с первыми банкнотами я что же сапожник без сапог у меня осталось из первых банкнот только вот две штучки блин я успел урвать это при этом это же не совсем не полная серия то есть старого и нового образца вот ну прикольно же иметь такое в коллекции вы посмотрите как это интересно вот и печать одесса тут вообще хорошо тоже видно но они здесь больше буквы писали на новых почему-то как-то меньше они сделали эту пропись и поэтому слабо заметно хотя не вот примерно одинаково ну но здесь здесь печать сложнее из-за того что он должен быть весь черный окраска она знаете как ложится где-то прилипает где-то отлипает то есть в этом вот тут попроще печать здесь много пропусков и тоненькие полосочки здесь видите тоненькие полосочки пропечатались а вот этот черный кусок он не всегда целиком пропечатывался в этом и сложность в общем вот такая маленькая моя коллекция банкнот гашеных с печатями так что подписывайтесь на канал всем удачи пока